По материалу я еще не рассказала вам о том, что я люблю больше всех, что мне бы хотелось, чтобы вы это полюбили, потому что это уникальная вещь, это вещь, которая дает вам возможность воплотить самые сменные мечты и создать тот дизайн, который уж действительно никогда не повторится. К сожалению, на сегодня очень много приходит за хороших альбомов, и когда начинаешь читать, листать этот альбомчик, ну вот этот скандинавский стиль, или ловко, практически динамовый, разница только размера вещей. Вот, у нас также мы предлагаем, то есть продаем, монтируем и полностью так бы сопровождаем объекты, которые делаются из художественного пакета. Вот этот пакет, это то, с чего начинаем в покрытии доска, фаркет, то, что положено в Версале, то, что положено в Петротворце, а это художественные элементы. В чем особенность? Вот если вы на торец посмотрите, вы видите, вот толщина вот этого вот темно-красного слоя, она идет на всю глубину. Это не зарисовка, это не фотопечатка, вот здесь. Это полностью из разных сортов дерева, сматированных. То есть ваш заказчик проживет на этом полу 10-12 лет, ну в зависимости от того, сколько народу там ходит, сколько, какая категория помещений. Коридор чуть меньше, до средств окрется, а спальные помещения чуть дольше будут сложить. Но если ваш заказчик столкнется с тем, что вот да, тут лап потерся, тут еще какие-то вопросы, и пригласит мастеров для перешлифовки, никуда этот рисунок не идет. Его перешлифуют, и все будет то же самое. Одним из ярких вариантов художественного пакета, но такого геометрического, не такого растительного орнамента, вы все, наверное, были в ресторане Версаль, группы Таспо. Боими? Вот там темный, темный паркет с белыми, с кленовыми вставками. Это наша поставка, наш монтаж. Спасибо, получается. Ну это, конечно, еще дизайнер там, молодец. По стараться. Вот, по художественному паркету, конечно, здесь вариант массы. Здесь можно сделать врезку. На сегодняшний день не все любят. Есть, конечно, категория людей, которые любят красное, яркое, цветное. Но в основном, конечно, мы уходим больше к европейскому тенденциям. И, допустим, одним из интересных объектов у нас была клиентка, которая, как человек старых традиций, она хотела штичный паркет, но еще она хотела в нем вложить какую-то изюминку. То есть использовать что-то такое, что вот как бы не типовое было. Я всегда говорю, что заказчики делятся на две категории. Хочу, как у соседа. И вторая категория. Хочу такого, чего никого нет. Вот это для тех, хочу того, чего никого нет. Это мазел вот это. Здесь можно использовать логотипы фамилии. Вот был у нас такой тип. Пожалуйста. Пишем. Не вопрос. Вот. Здесь можно использовать что-то такое цвета. Можно повторить. Допустим, один из объектов у нас был. Это повторение витража. Художник создал витражи на окнах. И потом я с этих витражей снесовывала и создавала, чтобы этот рисунок повторялся на полу. И таким образом мы создавали гарнитур. То есть, ну, как ювелирное покрашение. Вот. И вот то, что я начала рассказывать про художник, про Захаши, Людмилу Ивановну. Мы просто в штучный паркет, который был уложен не елочками, а там другой рисунок, врезали веточку. Очень изящную, очень маленькую, аккуратную веточку. И вот эта вот веточка, она вот этот вот обычный штучный паркет, который выглядел, ну, как паркетная краска, просто она выросла. Она создала ему вот этот свой особый шаг, свою неповторенность. То есть, вот как вариант. По художественному паркету. Если что-то кто-то будет задумываться, ну, это я в конце, конечно, еще раз повторю. У меня есть программа Курок-Трой, я рисую. Мы создаем проект в масштабах, в реальных размерах. Рисуем, предъявляем заказчику, подписываем. И после этого папа с чаном уже. То есть, помощь тут, пожалуйста, любая каталоги, создание рисунка. Вы потом уже этот рисунок встраиваете в свою актуальну программу. Прошу на вас, пожалуйста.